Корпус, кстати, выполнен из нержавеющей стали, что обеспечит ее долговечность на улицах. Зарядные станции для электромобилей на этом производстве собирают как мозаику из разных частей и деталей. Это элемент корпуса нашей новой зарядной станции. Она является быстрой, ее можно подвешивать как на фасады зданий, так и устанавливать на землю. Также мы получили металлическое основание, которое закладывается в фундамент, заливается бетонным раствором. Таким образом, зарядная станция достаточно устойчиво размещается на земле. Начинку зарядных станций создают на посту сборки. Здесь происходит комплектация зарядной станции различными электрическими и умными компонентами. К таким компонентам относят датчики контроля температуры и влажности. Они позволяют заряжать электрокар в любую погоду – и летом, и зимой. Внутри станция напоминает кровеносную систему человека. Состоит из сотен проводов и кабелей. Как известно, электромобили – это компьютеры на колесах. Поэтому много проводов, не только именно электрических. Производство зарядных станций в этой компании запустили всего два года назад. Начали неторопливо. Многое было в новинку. Но уже сделали более 130 устройств, которые стоят на городских улицах и в бизнес-центрах. А в ближайшие несколько лет здесь планируют собрать еще полторы тысячи станций. Это общий мировой тренд. Мы, как и все, заинтересованы в развитии передовых направлений. И в первую очередь мы являемся отечественным производителем. Поэтому для нас очень важно создать российскую отечественную зарядную инфраструктуру. Сейчас в линейке 10 моделей разной мощности – от 7 до 240 кВт. Маломощные зарядки предназначены для бытового использования. Их можно установить на даче, на паркингах и в торговых центрах. Они позволяют немного подзарядить авто. А самые мощные станции полностью зарядят почти любой аккумулятор за 15-20 минут. Например, в этой станции 120 кВт. Этого хватит для одновременной зарядки трех машин. Есть уникальная система подвеса кабелей разработки нашей компании. Эта кабель, эта система подвеса препятствует тому, что вот такой мощный кабель будет на полу, будет грязниться. Москва создает все условия для того, чтобы как можно больше людей стали пользоваться электрокарами. Уже давно для таких машин бесплатны городские парковки. Теперь вот станций для подзарядки все больше. По данным Дептранса, сейчас в столице их около трех с половиной тысяч. К 30-му году будет уже 18 тысяч. А количество электрокаров, по прогнозам экспертов, превысит 300 тысяч машин. И составит 7% от всего легкового транспорта в городе. Процесс зарядки на экране в мобильном приложении оператора, где, собственно, и управление все доступно. Зарядные станции создают и для городского транспорта, электробусов и речных трамвайчиков. А вот и предприятия, на котором собирают такие зарядки. В прошлом году выпустили 50 аппаратов. В наступившем планируют увеличить объемы. Мы видим какую-то перспективу здесь в экологичности. Для Москвы, вы все знаете, что сейчас в Москве очень чистое небо. Почему? Потому что убрали контактную сеть. И это очень хорошо для города. И поэтому это экологично. Готовых станций здесь сейчас нет. Недавно крупную партию отвезли заказчикам и приступили к выпуску новых моделей. Для будущего оборудования делают заготовки деталей. Обрабатывают их на фрезерном станке. А в соседнем помещении собирают каркасы будущих зарядных станций. Здесь можно увидеть боковые панели, двери и прочее для наших будущих шкафов. Труд монотонный. Для него нужны терпение и... Усидчивость, потому что работа довольно кропотливая. Внимательность, потому что как раз изоляцию нужно клеить на краешек очень аккуратненько. Пока в цехах создают тело станции, программисты работают над мозгом, ее программным обеспечением. Для безопасности каждое устройство подключают к специальной системе, за которой наблюдает диспетчер. Он у себя на экране видит функционирование зарядной станции. Задача программного обеспечения в том числе передать на диспетчерскую все данные, все режимы, в которых станция сейчас работает. Создание новых зарядных станций – один из важных шагов на пути к большим переменам в городе. К 2030 году в столице не останется ни одного дизельного автобуса. Их все заменят на современные электробусы. В Москве их уже полторы тысячи, а к концу года станет в полтора раза больше. Дело за малым – убедить москвичей электрифицировать свой личный транспорт. Александр Бриус, Татьяна Сухорукова, Ирина Бис. Москва, 24.